Маткульт, привет! Миша! Миша на канале, значит у нас будут задачи. Олимпиадные! Тургор! Сразу обговорить, что я на сложный тургор, к сожалению, не ходил, потому что он по датам совпал с Мкошпом. На котором ты занял второе место с командой. На котором наша команда заняла второе место. Мкошп я, кстати, тоже разберу частично. Те задачи, которые адекватно впишутся на наш канал. Это когда будет информатика, да? А сейчас, соответственно, базовый тургор будем разбирать. Ну, после школьного все равно улучшения. Задача номер один. Назовем число К интересным. К число интересное. Если П1 на П2 и так далее на ПК делится на К. Вот это называется рофл, да, в молодежной тусовке? Не, я так пишу. Это видно по предыдущим роликам. Интересное. Вот. Соответственно, если выполнено вот такое условие, где ПМТ, это МТ простое число. Ладно, больше не буду. Да, понял. Ну, собственно, я вспоминаю, да. Я, по-моему, ее решил. Да, собственно, мы с папой обсуждали все задачи, кроме пятой, ну и четвертой. Эту… Решил, да? Ну, типа, то ли решил, то ли не решил. Но в любом случае она несложная. По-моему, я какую-то идею, да, правильно сказал. Да, просто, типа, я разобрал, потому что, чтобы долго не было. Соответственно, можете подумать. А что нужно? А, а! Ну, кстати, там, думать можно и не знаю, что нужно. Да. Потому что можно пытаться про разные числа понять, интересны они или нет. Какое максимальное число интересных чисел? Максимальное количество лучше, конечно. Да. Максимальное количество интересных чисел. Да. Да. Что? Подряд идущих. А! Может идти подряд, да? Да. То есть, там, условно, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вот надо найти такой максимальный по длине подотрезок, ну или сказать, что его нету, соответственно. Как можно? Что все эти числа одинаковые. Ну, если, например… Если ни одного нет интересного числа. Нет, наоборот. Если существует сколько угодно длинные. А, да, понятно. Если бесконечно много. Вот. Если ни одного нет, то вот отрезок длины ноль. Вот. Соответственно… Да. Можете попробовать решать. Это первая задача с БАДового Тургора. Так. Соответственно, давайте для начала попробуем понять… Вы, короче, уже решили, поэтому смотрим решение. Да. Попробуем понять, что значит, что число К интересное. Как-то по-другому переформулировать. Первое замечание. Очевидно, что если в К входит какое-то простое хотя бы во второй степени, то это не выполнено. Ну, естественно… Да. Ну, потому что, как бы, допустим, К… Интересное число должно быть свободно от квадрата. К на М. Да. Ну, где они все натуральные, соответственно. Тогда нам нужно, чтобы вот это делилось с ТП в квадрате на М. Да. Ну, соответственно… Я решил, да, ее тогда на ходу, но с подсказкой… Ну, я не буду строго говорить, но понятно, что так не будет. Потому что, как бы, если это одно из вот этих… Если это одно из вот этих, то мы на него сократим и получим, что произведение всех других с ним взаимно просто, но при этом на него делится. Вот. Да. Вот. Значит, вот этот случай нам не подходит. Остались только такие К, что К – это, естественно… К1, К2 и так далее. Произведение каких-то различных простых. Да. Произведение вот так пишется. Угу. По различным простым К этого. Вот. Да. То есть все степени ровно один. Но заметим, что тогда вот это число К точно подходит. Соответственно, ну почему? Потому что, во-первых, очевидное замечание, что ПКТ больше и равно чем К. Потому что мы можем сказать, что, допустим, П1 – это 1, П2 – это 2, П3 – это 3 и так далее. И ПКТ будет, ну, хотя бы К. Они, на самом деле, еще простые, то есть еще больше. При этом все числа, которые, естественно… Если К – это, естественно, какое-то Q1 на Q2 на Q3… Да. …и так далее на Q… …ТТ… Да. …то, значит, все эти числа, они не больше, чем ПКТ, но тогда они, естественно, вот здесь встречаются. Да, конечно, да. Ну и очевидно, что по одному разу, потому что они не повторяются. Вот. Да. То есть, ничего интересного нет. Это просто числа, свободные от квадратов. Да. Вот это ровно такие числа. Значит, нашу задачу можно переформулировать как, соответственно, максимальное число подряд идущих свободных от квадратов чисел. Теперь еще раз нажмите на паузу и поймите, что вам теперь уже очевиден ответ. Итак, ответ равен 3. На паузу нажали. Ха-ха-ха. И, значит, заметим что? Заметим, что если число делится на 4, это 2 в квадрате. Все, да. То оно нам не подходит. Привет, медведь. Да. Потому что, соответственно, вторая степень, значит, у двойки хотя бы вторая степень будет. Значит, нам подходят только те числа, которые не делятся на 4. На таких чисел подряд идущих максимум 3. Ну да. Вот. Ну да. Ну и мы можем взять любые три числа подряд идущих, которые, соответственно, свободны от квадратов. Например, 177, 178, 179. Что, там других квадратов нет, да? Да. Ну, 179 простое, а 177 это 3 умножить на… Ну, короче, я это проверил на Олимпиаде. На девятку ничего не делится. Да, вот это на 87, которая квадратовая. Да, это, конечно, 89. Ой, сейчас. Да, это простое, да. Сейчас. Ну да. Да. Конечно, конечно, да. А здесь это 3 на еще что? Да, да, уже все, уже ясно, что. На 59, по-моему. Да, 3 на 59. Да. Вот. Вот так. Но для несколько другого направления можно взять другой пример. Например, 57, 58, 59. И 59, да, столь же годный. Точно. Точно. А вот для 444 школы пример не подбирается. К сожалению. Да. Потому что тут 29, а тут, соответственно, понятное дело 19. Да. На 3. Ну что, вот такая первая задачка. Отличная задачка. Посмотрим на вторую. Номер 2. Значит, вторая задача, она была, ну, я подозреваю, что для многих она была не очень приятная. Так. Потому что данку сразу запахло жареным, да? Да. Значит, провели 3 плоскости перпендикулярные. Ага. Ну, естественно, как-нибудь вот так. Так. А это я уже не видел, да? Да. Устно обсуждать это довольно сложно. Довольно сложно, да. Ну, как-нибудь вот так. Ну, то есть провели 3 перпендикулярные друг к другу плоскости, пересекающие. Этот куб. Этот куб. Соответственно, каждая в соответствующем направлении. То есть у меня… А, сложно. Ну, ничего, ничего. Нормально. Вот так, да. До сюда, да. О! Да. Ничего не понятно. Нормально, нормально. Разрезали куб на 8 кубиков. На 8. Не кубиков только, а прямоугольных параллелепипедов, да? Да. Да, это не куб, конечно. Это прямоугольный параллелепипед. Произвольные проскости, поэтому произвольные 8. Естественно. Да. Ну, это вот сыр. Вот помните сыр беном Ньютона? Да. Который висит на вершине моткульт-привет, вот всех встречает. Сыр. Мы так резали сыр, чтобы доказать беном Ньютона. Ну, а здесь произвольные плоскости, да. Ну, соответственно. И закрасили все его… закрасили, можно сказать, в шахматной закраске. То есть, если взять проекцию на квадрат, получается вот такая штука. Да. Которая, кстати, очень сильно напоминает теорему Пифагора. Да. Конечно. Вот. Ну, естественно, вот так закрасили. И, ну, по всем грани. Закрасили каждую грань или сами кубы, как бы… Кубики в шахматной раскраске. А, сами кубики. То есть, как бы краска висит в воздухе трехмерная и заполняет в шахматной раскраске все кубы. Ну, да. Ну, не кубы, а прямоугольные паралитики. Что-то такое. А, ну, можно дым разного цвета пустили туда. Да. Двух цветов, да. Два курильщика, синий и красный, напустили туда за дымом. Красный, синий. Ой, получилось ЦСКА. Почему красный, синий? Черный, белый. Потому что курят сторонники ЦСКА всегда. Черный, белый. Ладно. Извините, извините. Ладно. Мы не хотели никого обидеть. Мы пошутили. Сторонники ЦСКА никогда не курят. Ладно. Соответственно, можно несложно заметить, что в шахматной раскраске эти кубы соприкасаются не по граням, а по вершинам. То есть, как бы, соседние грани у них у всех различные. То есть, два соседних по грани кубы различных цветов. Ну, естественно. И вот так получается шахматная раскраска. Ну, это типа, там была хорошая картинка в условиях. Не, вот очевидно. А тут проблематично сделать. Вот. По ребрам, да, они будут, по ребрам будут уже пересекаться. Вот по таким. Да, по ребрам. Не, по ребрам, да. По вершине, наоборот, по вершине опять противоположные цвета. Да. По ребрам одинаковые, по граням противоположные, по вершине противоположные. Ну, короче. Значит, далее их объемы. Оооо. Назову их V1, V2, V3, V4, потому что хочу решать задачи в общем случае, а не потому что я забыл числа, которые там были. Ага. В общем 4, их 8. Дали объемы черных. А, черных? Да. И догадайтесь, что нужно сделать. Найти объемы белых? Конечно. Ядрить-колотить. Вот так задача, слушай. Дали объемы черных надо найти. Ой. Самое хорошее, что там очень красивый ответ. Блин. То есть нужно не просто там сумму, например, объемов. Нет, нужно просто объемы. Да, надо просто объемы. О, мое. Думайте. Да уж. Если у вас получится не очень красивое решение, то не сетайте. Так. Ну, хорошо. Подумали. Вот что бы делал я, да? Да. Ну, там я бы обозначил, соответственно… А, ну это куб. Нет, это куб. Сейчас, важно. Все-таки это куб. Важно, что это куб. Ну, конечно, это куб. Но они-то сами не кубают. Вот это куб, а это, соответственно, полугольный пролит. Ну, конечно, да. Так. Но хрен знает его длину, да? То есть она, допустим, равна ей. То есть у нас есть x, l-x, y, l-y, и z, l-z. Да. Это параметризация всей ситуации. И нам даны хуз, hl-y, l-z, l-x, l-z, да-да-да, и, наконец, l-x, l-u, и z. Да, ну, соответственно, как это понять? Вот мы тут обозначили x, y. Я надеюсь. Тогда заметим, что вот сторона у вот этого, это l-y. Ну, и замечание, что они параметры. А из-за этого l-x. То есть у них, как бы, если мы у одного обозначим x, y, z, у куба, допустим, у нижнего левого, то, например, вот этого куба у него, соответственно, здесь l-x, l-y, а по третьему ребру он совпадает. Там тоже z. И, естественно, как раз у нас получается вот такая перестановка. и, естественно, мы можем для всех трех вот таких проекций написать. Ну, да. Ну, я надеюсь, что это должно быть очевидно. Вот такая симметричная, да. Вот. Это v1, это v2, это v3, это v4. А нужно, например, из этого найти, чему равно x, y на l-z. Откуда я могу ее уфигачить? Мне нужно умножить, так, нужно перемножить какие-то двое и поделить на какое-то третье, я думаю. Ну, вот так вот, если бы я делал это, да. То есть нужно там, где l-z, так, значит, сейчас, l-z должен сократиться. А так не получится, да? Сейчас. Или получится. То есть l-z должен встретиться вверху, но не внизу. Правильно? Угу. И x, y тоже вверху, но не внизу. В общем, у меня такая догадка, что это какие-то эти два, поделили на какой-то из этих третий. Угу. И надо просто перебрать все варианты и попробовать угадать какой. Ну, короче, вы сами тоже попробуйте. Да, ну, давай. Вот, что я хочу сказать. Правильно ли я направление думал или нет? Ну, ты был близок. Я был близок, да? Ну, не совсем. Так. Соответственно, давайте мы хотим получить, чтобы было удобнее, антоним, то есть l-x. l-y. l-z. l-z. Он более симметричный и красивый. Да. И понять, что остальные так же получится. Абсолютно. Ну, естественно, чуйка, ну, вот тебе говорит, что это перемножить, какие-то два и поделить на третий. Вот. Мне хочется использовать все четыре объема. А-а-а. И, естественно, я говорю, что у меня, вот тут я могу взять x. А, может, я не смогу без четвертого, да? Вот здесь я могу, сейчас нет, не x. Здесь я смогу взять, короче, l-x. Да, дважды. Здесь я могу взять l-y. Да. А здесь я могу взять, естественно, l-x, l-y. Давай двумя чертами. А-а-а, все! Вот, а l-z. v1, v3, v2, v3, v4 делить на v1. А-а-а! А-а-а! Не-е-ет. И корень. Да. Вот. Ну, естественно, получаем, если мы аккуратно перемножим, получаем вот эту штуку в квадрате. Это фантастика! Это фантастика! Да еще на x, y, z. Ну да, 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 очевидно. Соответственно, делим на x, y, z и извлекаем корень. Это полный привет. И получаем, что это v1 на v2, на v3, на v4. Только наоборот. А-а, это неважно. Ну, пофиг, да, это один из них. Другой, соответственно, корень из v1, v2, v3, v3, v1, v3. Вообще, это гений сочинил! Слушайте, кто сочинил эту задачу? Это гений задачных композиторов просто. Гений, гений. Поэтому я этому человеку предлагаю прийти к нам в какой-то момент на канал и записать несколько задач, которые какие-нибудь организаторы Олимпиад не взяли или почему-то там они или, наоборот, взяли когда-то давно. Ну, в общем, это фантастически красивая задача. Ее автор приглашается публично прийти и записать что-нибудь интересное на канал. Вот так. Третья, да? Да. Ты какие решил? Первую, вторую, третью? Пятую. И пятую, да? А четвертая геометрия, я ее попытался посчитать. Но... Ну, вообще, там должно считаться нормально, но я не смогу. Ясно. Ну, значит, Геому там кто-то еще где-нибудь разберет. Может, Рушина забрал. Давай третьего. Соответственно, условия. Дана. Это мы с тобой разбирали, да. Дана доска. Размера 2021 на 2021. Да. Случайно четырехзначное число. Соответственно. Раз в двух квадратов. Разрешается. Да, кстати. Разрешается закрасить две какие-то ее клетки в черный цвет. Ту-рум. 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 Любое нечерное число это разных двух квадратов. Соседних. В какой-то момент. А, да, очевидно. Так. Так. Вот. Соответственно, разрешается закрасить эти две клетки, а потом мы начинаем воспроизводить следующий процесс. Угу. Берем всех соседних. О, да. Я рисовал на этом, на кафеле, где Света фигурным катанием, да, занимается. Да. Ну и что с тобой? Мы там смотрели на... Да, ага. И я рисовал на кафеле. Соответственно, каждый шаг мы берем все клетки соседние по стороне с какой-то из уже закрашенных и тоже закрашиваем. Значит, у нас получатся такие... Ну, изначально у нас будут получаться такие ромбики. Румба. То есть всякие вот такие штучки. Румба-юмба. От этих двух клеток. А потом они спавятся. А потом, соответственно, они как-то смежатся. Ну и будет как бы по границе оно прибавляться. Угу. Вот. Каждый раз соседние по стороне. Да. Вот. Не сложно найти аллюзию на манхэттенское расстояние в целом. Конечно, конечно. Вот. И спрашивается, если выбрать эти две клетки оптимально, естественно, какое минимальное число входов понадобится, чтобы все закрасить? Хочешь я переформулирую иначе? Давай. Мировое правительство изучает, как бы уменьшить население. И в девятнадцатом году уже создало вирус, который можно теперь куда-нибудь внедрить. Есть силы на внедрение его в два места в мире. Задача, как можно скорее заразить весь мир. Куда нужно его внедрить? Назвать две страны. Вот такая задача. Мир можно представить в виде квадрата и плоск. Да. Так. Ну что ж. Значит, нужно как можно быстрее заразить весь мир. Ну, короче, это мир Манхэттена просто. Да. Мир Манхэттена. А, ну, значит, они заражают город Нью-Йорк. Для начала. Так. Думайте. Думайте, да. Думайте. Красивая очень задача. В студию. Решение в студию. Ну, я начал что-то там рисовать и сначала у меня вообще не получалось. Ну, вот есть очевидная оценка. Если мы поставим в центр, то понятное дело, что нам понадобится дойти вот до сюда и дойти вот до сюда. Это, то есть 4040. Две клетки зафигачил в центр, да, просто и все? Ой, не 4040, а 2020, конечно. Ну, да. То есть две клетки обе, ну, одну просто не использовал. Да. Как бы я просто одну поставил в центр. Ну, вторую где угодно. Вот. Тут 1010, тут 1010. Ну, да. Да. Но и изначально я рисовал, рисовал. Ну, не то чтобы долго, но я рисовал и у меня не получалось улучшить это вообще никак. И это было бы типа невероятно красиво, потому что нам дали лишнюю клетку, а улучшить все равно ничего не получается. Да. Вот. Ну, естественно, наверное, вы уже поняли по подводке, что потом я придумал, как улучшить. Давайте сразу скажу пример. Можете еще подумать. И глаза. Да. Это два глаза. Расположим клетки вот так. Да. Причем, ну, как бы вот это вот, вот у нас есть центральный столбец. Это Италия, это Нью-Йорк. Ну, понятно, как это началось. Да, да. Вот, соответственно, у нас есть центральный столбец с номером. Да. Ну, с номером 1011, понятное дело. Понятно, да. Вот эту середину. Ну, да. И вот эту середину. Ну, да. И положим в них клетки, соответственно. Ну, вот тут тоже посередине. Да, все понятно. Такие глаза. Сколько нам понадобится ходов? Понятное дело, что нам достаточно от вот этой клетки закрасить вот такой квадрат. Ой, прямоугольник. Да. Вот. И, понятное дело, что… До сюда добраться надо просто. Вот до сюда надо добраться. И в тот момент, когда мы доберемся до сюда, у нас уже все будет закрашено. 1515. Да, потому что вот здесь, соответственно, у нас 505. 505, а здесь 1010. Да. Угу. То есть я придумал пример вот настолько. Да. И теперь нужно понять, почему нельзя сделать меньше. Но давайте сделаем следующее действие. Это удобно рисовать на квадратике 9 на 9 или 5 на 5, что-то такое. Давайте нарисуем. Ну да, да. Вот 5 на 5 уже все, в принципе, понятно. И попробуем понять, какие клетки для нас плохие. Прежде всего здесь вот глаза. Да. А, ну мы уже глаза нам не нужны. Ну давай глаза нарисуем. Ну да, глаза нарисуем просто, чтобы… Значит, глаза вот так выглядят как раз. Проясни, да. Метод. И, соответственно, нам интересны клетки, до которых идти как бы дольше всего в среднем. Хочется такие найти и понять, что как бы их конфигурация образует достаточно хорошую ситуацию для доказательства этого примера. Ну давайте отметим самые естественные углы. Конечно. Но углов, понятное дело, не хватает. Потому что если мы поставим, например, вот эти клетки в углы… Угу, угу, ну да. Нет, в углы не работает. Если мы поставим на стороны, вот такие вот… Да, очень быстро. …то до них мы быстро дойдем, но при этом, понятное дело, что до вот таких клеток мы не дойдем. Да. Поэтому отметим их тоже. И будем молиться, чтобы нам хватило. Так. Ну, естественно, тоже пронумеруем их. Ох, 8 штук их будет. Да. Центрально отмечать не будем. Угу. И для начала докажем лему. Допустим, скажем, что клетка покрашена какой-то из вот этих, если, соответственно, мы пришли в нее… Если она сначала была не покрашена, а потом мы покрасили ее, идя как бы из вот этой клетки. Ну, то есть, как бы говоря… Когда она уже склеится, это будет не строго определенно. Ну, соответственно, клетка может быть покрашена двумя клетками. В принципе, да. Если, например, клетка лежит вот здесь, то понятное дело, что мы дойдем до нее одновременно. Ну, да. Если дальше, то уже как бы вообще непонятно, потому что она просто будет расширяться и все. Ну, мы смотрим первый момент, вот, мы смотрим первый момент, когда мы пришли в эту клетку и смотрим… Расстояние? Минимальное расстояние до этих двух. Вот так, все. Вот это правильно, да. Естественно, если расстояние до этой клетки не больше, чем минимальное, то эта клетка покрашена вот этой. Ну, да, понятно. Вот. Ну, интуитивно это как бы откуда мы в нее дошли. Ну, да. Ну, это манхеттовское просто расстояние до ближайшей из двух. Так. Вот. Естественно, возьмем две клетки. Две покрашенные клетки. Это уже не обязательно в глазу, это уже там, где мы поставили. Да, любая клетка. Любые две клетки и мы смотрим. Вот. Возьмем две клетки, которые покрашены одной и той же вершиной. Да. Ну, тут это не работает, потому что вот это покрашено этой, а вот это вот этой. Ну, ладно, давайте вот так. Здесь, здесь, да. Чтобы не смущать. Да. Соответственно, вот эти две клетки покрашены вот этой вершиной. И заметим, что если между ними расстояние D, манхеттенское расстояние D, то нам понадобится хотя бы D пополам шагов. Ну, да. Ну, соответственно, как это понять? Допустим, до первой клетки мы шли K шагов. Не равенство треугольников. Тогда до второй клетки мы шли хотя бы D минус K шагов. Это просто не равенство треугольников и все. Иначе у нас расстояние между ними на самом деле меньше. Не равенство треугольника для манхеттенской метрики. Да. В точности. Да. Ну, как бы да, еще раз. Пусть мы дошли до первой за K шагов. Тогда до второй клетки от вот этой клетки как раз как минимум D минус K. Потому что если до нее меньше, то у нас вот это суммарное расстояние мы можем вот так пройти по расстоянию и будет меньше, чем D. Ну да. Вот, по определению расстояния оно минимально должно быть. Хорошо. Тогда, значит, если, например, мы отметим вот эти две угловые клетки и они будут покрашены одной и той же клеткой. Да. В любой расстановке, тут могут быть глаза как угодно. Если они покрашены одной клеткой, то тогда, так как между ними расстояние 2000, сколько там, 4040, суммарная вот эта вот штука, количество шагов будет хотя бы 2020. Ну да. Нам это плохо. Что нам нужно? Нам нужно опровергнуть вот эту вот оценку, вот этот вот пример. То есть нам нужно получить меньше, чем 1515. Ну мы пытаемся это сделать, а потом доказать, что так не получится, да. Ну а теперь заметим, что если клетки стоят ходом коня, так называемого, то есть тут у них. Да. То есть вот эти две клетки, например, мы можем взять. Тут будет расстояние 1010, а тут будет расстояние 2020. Ну да. Значит, суммарное расстояние между ними 3030 и полемия, количество шагов будет хотя бы 1515. Да. От той, которая красит их. То есть от минимальной клетки. 1515 шагов. Значит, если две клетки ходом коня какие-нибудь, ну вот так, 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 покрашены одной клеткой, то нам понадобится хотя бы 1515 шагов. Ну и понятное дело, что если две вот такие, то тоже. Хотя бы даже 2020. Но тут любые две. Вот. Ну теперь просто пойдем. А не любые две. Да. Не любые, а именно по ходу коня 8 вот этих расстояний, да. То есть, например, вот эти две клетки, у них расстояние меньше, они могут быть покрашены одной и той же. Да. Вот. Но теперь просто пойдем и попробуем найти противоречия. Да, 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 да. Скажем, что единица – это первый цвет. Да. Тогда 7 и 5 – это второй цвет. Ну, то есть, да, если они покрасились, да. Это первый цвет и это второй цвет. Значит, почему? Ну, потому что если они одним цветом покрашены, то у нас хотя бы 1515 шагов и пример доказан. Да. То есть, если меньше, то… Значит, они разные. Разные, да, от разных пришло. Вот. Но теперь пойдем дальше. Раз вот эти две оба второго цвета, то пойдем вот сюда. То есть, мы сделали вот так и вот так. Да. И получаем, что 3,6 уже первого цвета. Снова должны быть пари, которые украсит первый, да. Потому что, соответственно, вот эти вот должны быть разного, иначе мы доказали опять-таки пример. Да, но это уже все. Вот. Ну, и вот эти тоже. Ну, вот. А 3,6, очевидно, между ними расстояние больше, чем… Да. Между ними расстояние хотя бы… Да, еще. То есть, как же это еще строже сделать? Так это вроде абсолютно. Ну, вроде да, строго. То есть, минимальное расстояние… Это не то, чтобы очень интуитивно. То есть, это… Минимальное расстояние. То есть, на какой из двух реализуется вот это минимальное… Вот. Да. То есть, мы введем, да, введем понятие, что точка покрашена впервые, если просто в момент покраски было ближе до той, чем до этой. То есть, если просто точка покрашена впервые, если до этой, не дальше, чем до той. Да. Вот. И две точки, значит, если они на таком расстоянии, если был бы пример противоположный, то они не могли бы быть… Покрашены одной клеткой. Да. То есть, они не могли… То есть, важно. Если до них дошли вот так… От этой, от этой не могло быть ближайшее расстояние именно сюда. От этой, если сюда ближайшее, то от этой было бы сюда. И это дальше спокойно разворачивается до конца. Да. Все правильно. И в конце мы получили бы, что от этой, от этой тоже до одной какой-то клетки было бы. Да. Ну, короче, вот так в целом. Можете додумать. Очень красиво. Очень красиво. Офигеть. Вот. Ну, тут надо аккуратно записать, но в целом там… Ну, да. В целом заправить. Тебе сочли, да, Вилка? Не знаю. Четвертую пропускаем, пятая? Да, давайте пока пятую, а потом четвертую в виде бонуса. Ну, четвертую, в принципе, я думаю, наверняка же там кто-то… Я думаю, я ее дам в виде бонуса. А. Сейчас… Условия… Если вспомню условия… Да, можно забить, на самом деле. А сколько их было вообще? Пять. А, пять. То есть, ты пропустил одну и решил… Да. В принципе, нужно три, да? То есть, это запасная. Вот. Соответственно, условия. Дан отрезок. От нуля до единицы. И также дальная доска, где изначально записано пустое множество чисел. Угу. За одну итерацию… Ну, изначально у нас, соответственно, вот этот один отрезок. За одну итерацию берутся один отрезок из всех отрезков, записанных вот здесь. То есть, вот у нас, допустим, на ката итерации у нас вот такие… Вот такой отрезок. Какой-нибудь еще вот такой отрезок. Вот такой отрезок. Мы берем один из них… Откуда они вообще берутся? И делим его пополам. А. Как раз. А. То есть, вначале, например, просто был один отрезок и его разделим пополам. Да. То есть, например, сначала был один отрезок, мы выбрали точку. Любую. А, не пополам, а как угодно, да? Точку Y, любую, да. Не пополам. У нас стал отрезок от нуля до Y и от Y до одного. Ага. То есть, делим, но не пополам. Делим, как хотим. Вот. Потом мы выбираем любой из этих двух отрезков, снова выбираем точку и опять делим. Ну, собственно, как вот здесь. И вот в каждой итерации на татке какое-то множество отрезков, и каждый раз мы делим один отрезок на два. И заодно, каждый раз, когда мы делим какой-то отрезок на два, мы записываем произведение вот этих длин, вот этих двух отрезков. А старую длину оставляем? Ну, старые числа, которые уже записаны, оставляем? Да. То есть, изначально у нас пустое множество чисел. Дальше, допустим, мы в точке Y разделили. Тогда записался Y полношная. Тогда мы записали вот эту длину Y, ну вот эту длину 1 минус Y. Да. То есть, вначале было, на первом шаге написано Y на 1 минус Y. И больше не стерся никогда. Да. Все. Записали, оставили. Потом взяли второй шаг. Допустим, у нас был отрезок, допустим, мы разделили отрезок с нуля до Y. Да. Тогда мы записали, у нас стало 0X и XY. Кто-то в комментариях жаловался, что я пристально страшно смотрю в экран, когда ты рассказываешь. Я говорю, аааа. Соответственно, мы записали X на Y минус X. И каждый раз мы записываем на доску произведение вот этих двух длинных отрезков. Так, что доказать? Значит, доказать, что ни в какой момент времени, в любой момент времени, сумма чисел на доске меньше либо равна, чем одна вторая. Охренеть. Пили, не пили, до одной второй не доберешься. Тут есть два доказательства. Одно мое, другое красивое. Ну да, такая, какая-то индукция, да, может быть. Тяжелая. Простите. Можете подумать. Думайте. Вот. Да. И, соответственно, будем разбирать. Тебе я ее вроде не рассказывал. Нет, я, ну я, так сказать, да, там какой-нибудь доцент каким-нибудь сходящимся рядом получится. Ну, в общем, надо думать, да, надо думать. Да, ну первое замечание, конечно, что тут меньше, чем одна вторая, потому что если в какой-то момент стала одна вторая, то потом мы просто еще раз разделим и станет больше. Мы знаем, вот смотрите, что доказывать мы знаем. Мы знаем, что надо доказывать вот это. Потому что точно не может быть. Потому что если мы знаем, что вот это правда и в какой-то момент стала одна вторая, то мы просто раздерем как-то и станет больше. Вот. Но организаторы написали меньше либо одна вторая, чтобы не запариваться. Или чтобы запариться. Чтобы строго не… Ну, короче, не докапываться, не проверять, что он доказал, что строго меньше, все такое. Вот. Ну, соответственно, давайте сначала красивое решение, геометрическое. Давай, давай. Вот, я сказал геометрическое, подумайте еще раз над смыслом. Поехали. Поехали. Нарисуем единичный квадрат. Ну, короче, понятно. Что-то я начинаю догадываться, ну давай. Значит, нарисовали единичный квадрат. Хопа. Да. И теперь смотрим. Я и с tego ended up이 작ивает. Взяли изначальный отрезок. Пусть мы разделили в точке Y. Давай не напополам ее. Вот прямо здесь. Да. В точке Y. Тогда вот эта длина… Заметим, что вот эта длина будет Y, а вот это Y. 1 минус Y. Вот. Ну, потому что вот тут прямоугольник… Ну и все, дальше, все остальные прямоугольники будут лишь… И на доску запишется вот эта площадь. Теперь возьмем любой другой, снова разделим, у нас то получится. Это полный пи. Нет, полный е. Ё-моё! Да, всё. Ну, вы всё поняли, да? Да. Мужик, ну ты понял, да, как попугай из анекдота? На очередной террас, соответственно, у нас есть вот эта вот длина. Шикардос. Вот мы убираем вот этот трезок, он был вот такой. Добавляем площади. Добавляем вот эту площадь. У нас получается уже два вот таких. Это гениально! И замечаем, что эта площадь, она всегда не больше, чем одна вторая. Да, это автор тоже совершенно гениальный, но дело в том, что условие долго читается. Там оно быстрое, то есть там мне понравилось больше, потому что условие красивое. А здесь очень красивое решение и не очень красивые условия, да? Вот, то есть пока в условие врубишься, а решение действительно очень красивое. Но да, но всё равно, если автор этой задачи захочет появиться на канале, тоже я приглашаю, безусловно. Офигеть! Вот, а теперь моё решение. Да, это номер. Ну, я прожжёный алгебраист, поэтому я заподозрил, что что-то тут нечисто. И, короче, у меня пришла в голову мысль, ой-ой-ой. Ничего, нормально. Что, скорее всего, короче, возможно, сумма чисел на доске инвариант. Сумма чисел на доске, как инвариант? Инвариант в зависимости от хода. Точнее, не так. Короче, допустим, у нас на доске записаны какие-то отрезки разбиения. Тогда, вне зависимости от порядка, каким мы его получили, сумма чисел на доске инвариант. А-а-а, ядрить-колотить. И что, правда? И это несложно понять отсюда опять, потому что это будет просто сумма вот таких площадей. То есть мы берем первый отрезок, смотрим вот такую площадь, второй отрезок, вот такая площадь. А тут, наоборот, было бы вот так и вот так. Да. И замечаем, что нам не важно, соответственно, в каком порядке мы их получили. Да, но надо здесь, наверное, доказать. Вот. Но я это доказывал снова не через площади. Я это доказывал так. Допустим, у нас координаты x1, x2. Координаты разрезов, соответственно. То есть первая координата 0. Да, прикольно, прикольно, прикольно. Инвариант метода получения. Сумма чисел это свойство набора точек дробления, а не механизма прихода к этому дроблению очередности. Протокола. Не протокола, а набора. О, это как это называется сейчас? Физики. Сила. Нет, сейчас. Физики, короче. Короче, не зависит работа от пройденного пути. А, вот, да, вот, точно. Как это называется? Я не помню даже. Ну, короче, потенциал и силы игры. Соответственно, это потенциальная сила так устроена, потенциал, поле. Вот, это все. Не зависит от... Нет, ну, это да, это свойства интегралов, там, каких-то этих самых дифференциальных форм. Нет, дифференциальный форм как раз вот так по кругу прошел. Ну, да, ну, в общем, да, это... Вот, ну, соответственно, когда работа не зависит от пройденного пути, а зависит от разницы координат в силе. Потенциальная, да. Потенциальная, наверное, сила. Вот, соответственно, это как? Например, сила гравитации нам важна только типа положение. От актерии, да. И от этого зависит, естественно, потенциальная энергия. Ездил по этой горке на силе, да, это неважно. Вот, аллюзия получается на физику, да. Офигеть. Вот, ну, естественно, для удобства скажем, что у нас n плюс первая точка – это просто единица. Да. Вот у нас вот эти точки. И я хочу сказать, что если вот эта вот сумма, если вот эта сумма инвариантна на доске, тогда мы можем просто резать вот в таком порядке. Ну, конечно. Вот, давайте резать в таком порядке и посчитаем сумму чисел, которые окажутся на доске. То есть, первое мы разрежем вот эту точку и запишем на доску вот такое число. Да. Потом мы разрежем вот эту точку и запишем на доску, соответственно, уже вот такое число. А, преобразование абеля. Возможно. Вот, ну, естественно, последний мы разрежем вот этой и запишем вот такое число. Ну, да. И нам нужно доказать, что вне зависимости от порядка разрезания у нас на доске получится вот такая сумма Ну, естественно, как мы это сделаем? Давайте сделаем по индукции, как папа и просил Допустим, у нас, возьмем, пусть на этом шаге вот это число, вот эта сумма на доске И разрежем вот здесь, y То есть мы выбрали какой-то отрезок с x, k, t до x, k плюс первое И разрезали его точкой y Заметим, что к сумме на доске должно прибавиться число y минус x, k на x, k плюс 1 минус y По условиям Ну, конечно То есть разность того, что было написано и то, что будет написано, это вот это число Да Значит, это то, что мы хотим получить А теперь давайте попробуем посчитать разность, которую мы получим в нашем методе Да Заметим, что все слагаемые, кроме слагаемого Соответственно, у нас есть слагаемое x, k плюс первое минус x, k на x, k Оно вычтется Потому что оно раньше тут было, а теперь его тут нет А прибавилось у нас в нашем методе, соответственно, x, k плюс 1 минус y на y На y, да И, естественно, y минус x, k на x, k А, и это то же самое По сокращению Вот, но если раскрыть скобки Раскрыть скобки То можно заметить, что вот эти два числа равны Да Естественно, почему Ну, например, y квадрат вот отсюда вылезает То сокращается вот это, остальные шесть все Остальные четыре То есть из шести слагаемых вот это с этим Да, x, k квадрат сокращается Оно и все, остальные все тут налицо И остается то, что надо Ну, короче, раскроет скобки и проверьте Да, доказано А здесь преобразование абеля, да, нужно делать Значит, сумма в доске всегда равна вот такому Да Нам нужно доказать, что это число меньше либо равно, чем 1 вторая Да, есть там преобразование абеля с рядами Там сумма аитах на b, k, t и минус b, k, t и минус b, t и минус 1 То же самое, что сумма аитах на b и t Сейчас Вот, ну, такая есть Ладно, неважно Ну, короче, я подумал, какие мы знаем неравенства Ну, мы знаем неравенства, старое как мир x1 квадрат плюс x2 квадрат Больше либо равно, чем 2x1 x2 Пойду бас Вот, ну и из того, что x1 минус x2 квадрате больше равно 0 Ага Хочется его как-то переменить, потому что у нас квадраты есть Ну да Парные произведения есть Да, да Вот, ну, соответственно, давай сотрем пока что Да, да, красивое решение стираем Просто запишем, соответственно, раскроем скобки У нас получается xn плюс 1 минус xn минус xn квадрат Плюс xn на xn минус 1 минус xn минус 1 квадрат Да Плюс и так далее Плюс x2 на x1 минус x1 квадрат Ну да Вот тут деленное пополам попарное произведение Да, да Значит, давай поделим квадрат пополам и распределим его в две части В две части, да-да-да-да, раскидаем И получаем, что это на самом деле равно Сейчас важный приход Естественно, вот такой штуки Сейчас все это я минус здесь поставлю А, ты зафигачил еще и Да, они по очереди идут Каждая из них половинка еще на концах, да? Вот, ну, пока что то, что написано неверно Ну, а сейчас мы это исправим Ну, как все, да? Попробуем понять, что происходит Ну, соответственно, мы просто заменили Да Вот эту мы прибавили к нему два квадрата деленных пополам И каждый квадрат разошелся ровно на два Которые слева и справа Соседние, да Вот И получили вот эту штуку И у нас могут проблемы быть с краями Да Но это мы легко решаем Вот этот квадрат мы не досчитались Да Один раз Да Поэтому мы его вычитаем А вот здесь мы взяли вот Вот здесь, вот этого квадрата у нас нет Поэтому мы взяли лишнее Да, мы его задели Мы его прибавим Ага Ну и все Смотрите Вот здесь сумма квадратов делена пополам Только с минусом Да Значит, это больше либо Меньше либо Меньше либо равно нуля Значит, это меньше либо равно чем xn плюс 1 в квадрате пополам Вспоминаем Что xn равно 1 А, все Да, классно Все, да Все остальное отрицательно Дорогая brute force Да Brute forces Работа крестьянская Круто Четвертая задача А Условия Задача номер 4 Геометрию разбирать мы ее не будем Потому что я ее не решил Но условия там прям очень хорошие Мне типа жалко, что не решил Дам квадрат Уже хорошо Ой, вообще обычно бывает А, Б, С, Д по кругу, нет? Ну ладно, да Я вообще не знаю, зачем я буквы нарисовал Так И дан треугольник Равносторонний Ооо Классно И этот треугольник На самом деле в пространстве Он висит и вращается Как качели, да? То есть я нарисовал его прямо в плоскости Вот в этой Но он может делать вот такой Как бы круг вокруг Ну да, это качели Ну это качели просто, да? Просто вот этот треугольник Он как бы Это качели Вот так делает Вот И этот квадрат тоже так делает А, то есть он прибит гвоздями в А и Б? Да А и Б отрезок зафигачит Да Зафиксирован Да И они болтаются Вот, СД вот так вращается Круто Потом мы выбрали Кудга, он завращался И начинаем вращать уже вот этот Классно О, Ушаков Адмирал Ушаков должен был знать Такие качели Тогда бы они еще круче стреляли все Он учил стрелять с качелей Перед битвами с турками Где он их раздолбал по даре Неплохо Они стреляли с качелей Должны были попадать в цели Потом, когда была морская качка Они только всех это Просто Раскромсали А те даже не могли в них попасть Никто Да, нормально Так Ну, соответственно, наверное Удобнее было Я прошу прощения Это, естественно, не оскорбление Какой-то там национальности Или этнической группы Это просто русская история Вот, дальше провели Вот эти два отрезка Да Получили вот такой треугольник Он может быть Ну, в общем случае Он где-то в другой плоскости Ну да Ну да И провели в нем высоты Ну, да То есть вот тут Качается и треугольник тоже качается Ну, качается, сокращается между собой Там Увеличивается, сокращается Вот И нашли, соответственно Точку пересечения высот Тут она где-то здесь Тут она где-то здесь Да Какую дугу она описывает? Доказать Что как бы мы не вращали Ни квадрат, ни треугольник Да Все такие точки Лежат на одной окружности Ооо Великолепно Великолепно Точки пересечения высот Этого треугольника Описывают окружность Вокруг этой же Ну, естественно Вокруг этой же Да Ну, очевидно Что на самом деле Центр от окружности вот здесь Ну да Потому что мы возьмем Вот эту конструкцию Зафиксируем И поворощаем Просто вот так Да Да Слушай Стой И получается, что А И А То есть Вот так И вот так Одно Вот так И вот так Одно и то же Да Слушай Точно Смотри Когда они внизу Вот так качели И когда они вверху Вот так Прификсированы На этом Одно и та же точка Получается Не, не, не Вот здесь Вот это не та точка Это Вот это вот Соответственно Вершина А точка пересечения Высот вот здесь Я придумал чисто Тереться как Групповое решение Через группы Ли Рассмотрим Группу Ли Всех Поворотов Все этой картинки Вокруг этого Отрезка Вообще Все Утверждение Заключается в том Что Точка пересечения Высот Такого треугольника Кривая Точек пересечения Высот Инвариантно Относительно Действия Этой группы Ли Жид на вот этой Все время Линии Ну На вот этой Плотности Это совсем очевидно Да Понятно что центр Вот здесь должен быть Вот Образуем Посмотрим вот эту кривую Которая образует Точка пересечения Высот Только это не та точка К сожалению Точки пересечения Высот Берем вот здесь Высоту Да Да И вот здесь Высоту Вот Соответственно Эта точка Пересечения Высот И смотрим Какую она кривую Образует А теперь давайте Повернем квадрат Да И сделаем То же самое Ну да Эта кривая Должна перейти в себя И папа Отвержает Что кривая Должна перейти в себя Если она При любом повороте Переходит в себя То это Она гружит Да Единственное Это все Я проверять не буду Ну ладно В общем Я не знаю Может я здесь Где-то ошибся Логически Может быть Не очевидно Что эта кривая Должна перейти в себя Но Вообще Может и не очевидно Что она должна Перейти в себя Да Что если мы Повернули Сейчас Она Тут есть Почему она должна Не вообще Да Может и не должна Может быть Папа тут мудрит Да Потому что Может и не должна Может быть Эти два положения Особенные Остальные Как бы То есть Элипс В принципе Мог бы быть Да Может я и не прав Ну да Ну ладно Но все равно Зато механику Зато механика Такая Хорошая задача Я попытался Посчитать стереометрии Но Ну по идее Должно нормально считаться Ну потому что Вот эту точку Мы можем задать Как Да И две другие Потом посчитать Точку причине высот Но типа У меня что-то Не сократилось Да Вот Офигенно Да Красиво Миша Круто Маткуль привет Редактор субтитров